всем привет в этом видео мы поделимся впечатлениями о некоторых отличиях жизни в США штат Вашингтон от того к чему мы привыкли на родине мы из Санкт-Петербурга и России хочу сейчас записать это видео потому что начала замечать что некоторые вещи которые казались необычными интересными в самом начале когда мы только переехали уже таковыми не кажутся часть темы уже обсуждали видео о плюсах и минусах жизни в пригороде Сиэтла и это видео неожиданно для нас набрало много просмотров огромное спасибо всем за поддержку за комментарии и предложение по улучшению канала видео сегодня получится длинным но информативным мы решили выбрать тот же формат то есть будем говорить за кадром а показывать красивый пейзаж время для такого видео самое подходящее в штате Вашингтон сейчас золотая осень скорее даже красная правда уже заканчивается поэтому хотим успеть заснять красоту напоследок перед зимой а кроме того прошел уже целый год с небольшим с нашего переезда в сша и так начнем с того что может быть не все знают но в сша в каждом штате свои законы точнее они могут чем-то отличаться и относятся это ко многим аспектам жизни например налоги и цены правила дорожного движения раз уж мы едем на машине как раз можно рассказать про отличие правил дорожного движения которые здесь есть но их правда не так уж и много и некоторые из них которые я для себя выделила это например правило в отношении школьных автобусов когда школьный автобус останавливается для посадки или высадки школьников нужно тоже остановиться причем независимо на какой стороне дороги ты находишься но в питере школьных автобусов нет вообще поэтому это такое довольно большое отличие следующее это знаки стоп и проезд нерегулируемых перекрестков которых здесь очень много в том числе когда для всех водителей установлены знаки стоп и приезжаются они следующим образом кто первый подъехал тот первый проехал очень сомневаюсь что в россии это правило бы соблюдалось еще большое отличие у нас штате и во многих других штатах разрешен поворот направо на красный свет конечно уступая дорогу другим участникам движения с точки зрения водителя могу сказать что это очень логичное правило но экономит время и вносит довольно большой вклад в решение проблем с трафиком и последнее чтобы я хотела отметить это наличие специальных выделенных полос на трассах называется не и чуве хай окки панси и века у по ним разрешено ехать только транспортным средством с двумя или более людьми на борту есть в америке популярное шоу называется карпу караоке главный ведущий сидит за рулем приглашает различных певцов и музыкальных исполнителей группы и вот они едут машине поют сюжет передачи таков что этому ведущему нужно срочно попасть на работу и вот он никак не может стоять в пробках и он зовет вот этих людей чтобы они помогли ему доехать до работы я в питере когда жил никогда не понимал в чем суть когда кого кто-то к нему садится он едет быстрее чем пробки как он объезжает пробки когда кто-то к нему садится он каждый раз говорит спасибо что вы мне помогаете и украл мне кетча вак таки сша макс соответственно ты берешь какого-то пассажира сажаешь к себе и объезжаешь по этой линии по этой полосе всю пробку и быстро добираешься туда куда тебе нужно вот мы очень выгодные в этом плане sony то есть они считаются тоже за человека в америке уже два года как мы можем пользоваться кто-нибудь что это не человек и мы таким образом приезжаем фотки с трафиком здесь есть некоторые проблемы в основном на трассах вокруг местных больших городов как например сиэтл и бельве есть множество более маленьких городков пригородов как и тот в котором живем мы город исекло все это вместе взятая называется great asietal area и люди живущие в пригородах в большинстве своем летят на работу все это выберем общественный транспорт здесь есть насколько он удобный я не могу судить и знаю только что автобусы ходят по расписанию здесь но тот факт что здесь относительно питера легче сдать на права и на права можно сдавать 15 лет как мне кажется сильно влияет на то что практически у каждой семьи здесь есть машина а то и несколько если позволяют средства и кстати не стоит забывать что при хорошей при хорошем credit score кредитный к армии если наверно это переводить машину в кредит можно взять на очень хороших условиях да отлично ты рассказала что есть транспорт автобусы ходят но ты не рассказала про чудесное строительство которые мы который недалеко проходит от нашего дома про строительство легкорельсового трамвая мы про него узнали довольно неожиданно почему мимо него постоянно ездили и думали что-то строит с рельсами ну да ладно а недавно ко мне пришел транспортный налог в котором было налог на машину 40 баксов и 250 баксов налога на помощь строительства этого легкорельсового трамвая которым мы не собирались но так как наш дом находится в потенциальной близости я потенциально смогу им пользоваться государство посчитало что я должен на него скинуться у нас есть знакомые которые живут в другой части great и Seattle area в Рентоне далековато от этого легкорельсового трамвая вот так они не скидываются у них нет такого налога так я живу близко к строительству с меня посчитали нужно эти денежки снять деваться было некуда пришлось заплатить также государство отлично не упускает возможности заработать деньги и на тех умниках которые решили что будут экономить деньги на бензин примеру купив электрокар или гибрид так вот у них транспортный налог еще идет процент от недополученной прибыли государством у нас у друзей гибрид и у них в налоге в транспортном еще дополнительная сумма порядка 70 долларов за то что они покупают бензина мало так у них гибрид но поэтому они доплачивают еще эти 70 баксов за то что государство на них недополучило денег она болеет кстати мы сейчас ездим по негакуру и сегодня вот 1 ноября ты вчера был фулин поэтому периодически можно обратить внимание на то что очень классно украшены дома хэллоуину возвращаясь к автомобильной теме вы только представьте что многие районы удалены от продуктовых магазинов от аптек развлекательных центров детских садов и вообще от всего на какое-то определенное расстояние которую которая пешком не пройти зачастую не только из-за расстояния но из-за инфраструктуры например просто нет пешеходного маршрута нет тротуаров и это норма так как здесь в основном все на машинах и за рулем водители самых разных возрастов от подростков до пенсионеров солидного возраста водить машину здесь я бы сказала тоже легче а во первых это практически все автомобили с автоматической коробкой передач вот лично у меня в питере изначально были проблемы с ручной коробкой я глохла постоянно на перекрестках и желание водить у меня это немножко отбивала и когда я сел уже за автоматическую коробку передач у вас заточиться конкретно дороги на правилах все стало получаться вообще дороги здесь спокойнее конечно не считая трасс вне трассы разрешенная скорость примерно от 20 до 45 миль в час вот сейчас мы катаемся по спальному району здесь ограничение 25 это окно это мы едем сейчас очень медленно вообще меры измерения местные конечно мне кажется я к ним никогда не привыкнула и это мили в час вместо километров в час галлоны вместо литров температура фаренгейтах пинчи и футы фунты и вообще мне непонятно почему вот так сложилось то есть откуда и не знаю что американцы такие вот сформировались как нации такие вот мы должны быть яркими индивидуалами совершенно другими мерами измерения здесь такое место совершенно потрясающим видом там вдали им виден светл и белью на фоне гор но с другой стороны за бегущим ребенком совершенно потрясающие горы а что это у нас за горы маунтбейкер мы решили да мы предположим что это маунтбейкер очень красиво ну как бы вот белая маунтбейкер а справа это называется северные каскады но возвращаясь опять же к нашей теме надо отметить что здесь вообще очень развита сеть дорог инфраструктура очень популярные автопутешествия переезды из штата в штат и во время таких переездов даже не возникает мысль о том что в пути будет какой-то убитый участок дороги или негде будет заправиться или перекусить и это большое отличие от россии конечно не от всех мест в россии вот тоже классный дом тукса на терреске черепов на скелетов шевелятся и болтают по угоне кроме трафика наличие автомобилей у большинства населения имеет и другие последствия и если трафик для нас новости мы переехав из питера ничего необычного в этом не видим то например сервисы drive-thru банк или drive-thru аптека меня очень удивили а еще куда бы то ни сунулся на выходных и после окончания рабочего дня на природу парковки в основном будут переполнены в вашингтоне многие люди любят поездки на природу хайкинг кемпинг благо природа здесь шикарная и много чего совсем не далеко от дома и вы могли заметить что я люблю вставить свои ролики про поездки на природу кадры дороги а вот заметили вы разницу между дорогами в россии и в штате вашингтон и нет это не качество дорог потому что здесь тоже могут быть некоторые неровности а это отсутствие бросающихся в глаза рекламы как по трассе проселочной дороге так и в городе местный климат позволяет устанавливать небольшие щитки сейчас наверное ставлю фотографию на маше щитки как вот на этом фото сугробы по крайней мере в долинах и городах им не грозят окей гугл ой walk me home by pink ой оUN о там о м о о о о Молодцы! Кстати, как вы могли понять, мы уже не высохли. Мы едем в Дантаунь и Бэйлию. Очень небольшой, но есть. Наши знакомые, которые давно живут в Машингтоне, рассказывали нам, что Бэйлию преобразился буквально за несколько лет до неузнаваемости. Цены на жилье преобразились следом за Бэйлию. Всему виной Microsoft и высокие зарплаты IT сотрудников больших корпораций, которые подняли, даже не подняли. В Америке есть слово ROCKET. Ракетами были цены на недвижимость, жилье, аренду и прочее. Прикольно. Сейчас подъезжаем к Светокору и стоит Tesla и Subaru. Две, пожалуй, самых вашингтонских машины. Следующее сильное отличие от России, за все штаты сказать не могу, но в штате Вашингтон развита инфраструктура для электрокаров. И они здесь очень популярны, так же как гибриды. Я не особо знакома с рынком электрокаров, но вот у Tesla очень примечательный дизайн. И в день на улице их можно увидеть несколько штук. У нас, кстати, в гараже тоже есть. Правда, не наши. Здесь вообще довольно много дорогих машин, особенно в Белли и Сиэтле. То есть, видимо, достаток людям позволяет. Причем не только каким-нибудь супербогатым бизнесменам, но и обычным местным девелоперам. И, что удивительно, культура вождения здесь вежливая. Например, несколько дней назад на съезде с трассы у меня был такой случай. Мне надо было выклиниться в поток транспорта. И меня пропустил водитель на Bentley, очень вежливо улыбнувшись и показав любое, что я могу проехать. Я была немножко в шоке и даже не сразу поняла, что он меня пропускает. Потому что для Питера это нечто необычное. Соня со мной согласна. Конечно. Скажу, сама в Питере не была, водителя не видела, но я с мамой согласна. Решили перед записью видео помыть стекло. Потому что иначе ничего не видно. Вот там Соня. Соня. Соня, ты как? Нормально? Соня. 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 Продолжение следует...